За то, что жил да был Почти тридцать лет назад паренек из Новомосковска, что в Днепропетровской области, поступил в Московский государственный институт культуры. Поступил, имея за плечами музыкальную школу и училище по классу баяна и внешность законченного битника. Поступил и объединился с группой таких же одержимых музыкой в ансамбль русских народных духовых инструментов «Желейка». И уже в 1977 году ребята играли на сцене Парижа в грандиозном представлении легендарного режиссера Иосифа Туманова «Музыка и песни русских революций». А под звуки их дудочек танцевал балет Большого театра. А теперь они такие. Саша Григорьев, Володя Назаров, Юра Воробьев, Саша Агеев и Сережа Малашенко. Своё 30-летие Владимир Назаров встретил созданием ансамбля фольклорной музыки, который впоследствии получит статус государственного. Тогда уже будут говорить о втором поколении Назаровцев. О голоса Ирины Гущевой и Тамары Сидоровой с их утятами. Карнавал Владимира Назарова будет знать вся страна. Весь союз нерушим. Хотя театра еще нет. К концу 80-х в отряде Назарова, уже тогда заслуженного артиста Российской Федерации, около 50 человек. А за ними написание и запись саундтреков к мюзиклу «Звезда и смерть Хакина Мурьетта». Киномелодраме «Валентина и Валентина» к 15 мультфильмам. Победа на престижных конкурсах артистов эстрады. Но коллектив-то государственный. Рухнуло государство союзное. И по логике вещей ансамбль фольклорной музыки Союза СССР должен был исчезнуть. Он и исчез с карты странного новообразования СНГ, а затем России. Но похоже, что все это время коллектив имел такого ангела-хранителя, который не позволил утерять путеводную звезду. Разве случайной была встреча в Индии с Великим Рерихом незадолго до произошедшего в стране? Бесспорно на сегодня одно. Высокая духовность народной музыки, чистота помыслов и намерений уберегли Назаровцев от распада. Мы к этому времени уже были достаточно известны за рубежом. И мы приняли предложение испанцев, начали работать от Испании. От фонда принца Филиппа. Так же, как и Спиваков. Вот. И, скажем, до 96-97 года это нас спасало. То есть мы были обеспечены работой. Я не скажу высоким заработком, но здесь не было никаких. Здесь не было работы, здесь не было... Мы не были никому нужны. А за рубежом мы были нужны. Мы и работали. А пока ансамбль фольклорной музыки возвращается в Россию. У него есть своя база, где проходят репетиции, готовятся концертные программы, хранятся красивейшие костюмы и, главное, уникальные инструменты. Но в одночасье коллектив Владимира Назарова оказывается на улице. Теперь можно уже сказать, что базой коллектива оказался дворец шарикоподшипникового завода. Их хозяева предпочли Назаровцам богатых дядей, которые решили строить свой бизнес на создании национального мюзикла. Это был Норд-Ост. А далее – общенациональная трагедия. Жестокая истина. На крови одного нельзя построить счастье другому. И случилось невероятное, казалось бы, на сегодняшний день. Министерство культуры Российской Федерации по поручению председателя правительства страны Михаила Касьянова передало коллективу Назарова концертный зал Олимпийской деревни. К этому времени Владимир Назаров набрал целевой курс в Российской Академии Музыки имени Гнесиных и подготовил для работы в уникальном коллективе студентов, изучивших фольклорную музыку народов России и мира. Государственный музыкальный театр национального искусства под руководством Владимира Назарова создан приказом министра культуры Российской Федерации Михаила Швыдкова 22 февраля 2002 года. Мог быть у композитора и певца Назарова другой путь, может, более успешный с точки зрения коммерции. Ведь он трижды становился лауреатом премии «Овация» как композитор года за особый вклад в развитие фольклорного искусства и в связи с 50-летием. За музыку к спектаклю по гоголевским игрокам в постановке Олега Меньшикова Назаров удостоен театральной премии «Чайка». Его песни исполняют Александр Малинин, Тамара Гверцители, Надежда Бабкина. И вот, казалось бы, итог самоотверженной работы по созданию музыкального театра национального искусства. В Кремле президент страны Владимир Владимирович Путин поздравляют художественного руководителя коллектива с присвоением ему звания «Народный артист Российской Федерации». Впрочем, и это уже история, и, как оказалось, вовсе не итог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова